МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новинок Витебской области у студии Ворвыш Маргун. Витаю вас. Доходы бюджета у Витебской области от выкористания державной майомости в пораунании с минулым годом взросли удвоя и склали 220 миллиардов рублей. Работа у всех субъектов господарания дозволила мобилизовать поступление дохода у мясцовые бюджеты в области. За 11 месяцев отримано больше 6 триллионов податковых и неподатковых платежей. Больше 80% доходов забеспечено за кошт подоходных оподатков с физичных особ, податков на прибыток, на добавленную вартость и на властность. Звышплановые доходы у первую шаргу накировываются на финансование социально-значных расходов, заработную плату работникам бюджетных организаций, транспорты, насильництву, харчавания, медикаменты, коммунальные платежи. А так само на выдауниство и реконструкцию молочно-товарных фермов, субсидирование работ и послуг. Сегодня на некоторых витебских маршрутках заявился шильда кошт проезда 4 тысячи рублей. У отповедности с решением Витебского Абл-Ваканкама юридичные особы и индивидуальные продпрымальники самостоянно устанавливают тарыфы, заходящие с разлику своих затрат. При нормативе рентабельности не больше за 15%. Однако перевозчики не узгоднили новый кошт проезда с заказчиком перевозок, витебским Гар-Ваканкамом. Загаде не проинформовали насильництва об повышении тарыфов. Заказчик перевозок, то есть витебский горосполком, не был поставлен в известность о предстоящем увеличении тарифов. В настоящее время перевозчикам предложено вернуться к тарифу 3,500, а вопрос об увеличении тарифов рассмотреться в январе 2013 года совместно с оператором, заказчиком и предприятиями. Просто будем собираться обсуждать и принимать единое решение, с какого числа, какой тариф. Возможно, по разным маршрутам, разный тариф будет. За заслуги в развитии айчинной адукации Витебская академия ветеринарной медицины узнагароджена дипломом «Золотая кафедра России». Кафедра паразитологии и инвазийных хвороб живелы признанная переможцем конкурсу сярод высшейших научных установ России и краины СНД. Церемония узнагародживания запланована на лютый 2013 года. Она отбудется наш 100-годовым урочистым посаджением Российской академии природознавчих навук. Витебская академия ветеринарной медицины сегодня признанная Центр высшейшей адукации и навуки Беларуси. У ее складе пять факультетов, охранный колледж, филиалы у Речицы и Пинску, науково-доследчий институт прикладной ветеринарной медицины и биотехнологий. Кафедра паразитологии – одна со старейших УВНУ. Ее гистория наличивает амаль 9-10 годов. Тут рыхтуют кадры для сельской господарки краины. Активно ведут науково-доследчую работу. За последние годы на кафедре паразитологии разработано свыше 50 ветеринарных препаратов, а некоторые из них не имеют аналогов мировой практики. Сотрудниками кафедры разработаны способы профилактики основных паразитарных заболеваний с применением ветеринарных препаратов, которые не имеют ограничения по продукции. Экономический эффект от внедрения составляет не менее 15 миллиардов. Кафедры паразитологии есть и еще чем похвалиться. Тут створены самые буйные в Европе паразитологичные музеи. У им больше за 5000 экземпляров микро- и макро-паразитов. А это выник с уместной работы команды лепших программистов, математиков и биологов в Беларуси. Система штучного интеллекта для диагностики паразитов. По коль это разумная машина допомагает учить студентов, специалисты ветокадемии замахываются на створение робота. При таких серьезных подыходах до организации процессу навучания и выпускники ветокадемии оказываются на серьезных посадах. А сегодняшние студенты гонораться и свой альмаматр у целым, и кафедрой паразитологии, якая теперь стала золотой кафедрой России. Конечно же, мы гордимся своей кафедрой, своими преподавателями замечательными. Они заслуживают этой награды. Ну и мы очень рады за эту награду. За досягненье в учебной и навуковой деянности коллектив кафедры паразитологии неодноразово отзначался узнагородами самого розного узровню. Вось она – мясцовая стена славы. У худким часе коллекция досягненьев пополнится дипломом «Золотая кафедра России». Узнагородживание заплановано на лютый 2013-го. Вольга Шмархун, Геннадж Чахлоу, Новины, Витебск. Машины в снежном полоне. С допомогой 50-тонных подъемных кран и аварийно-воротовальных автомобилей супрацовники МНС подняли с кювета фуру и поставили ее на проезжую частку дороги. Великогрузный автомобиль ехал без груза с Санкт-Петербурга у Каунас. И в Витебском районе на трассе Витебск-Орша вылетел у кювет. У сехоза некольких опошних дёнары то уники больше за 20 разов выезжали для оказания допомоги аутоматорам, машины яких засели у снежных заносах. Со снежного полону вызвалили больше 40 человек у Аршанским, Чашницким, Глыботским, Шарковщинским и Витебским районах. За допомогой свертались наватурачи. У снезе буксовали кареты худкой медицинской допомоги. Существовала угроза переохлаждения граждан, которые оказались в такой ситуации. Наши работники дыхали, оказали помощь, вытащили машины. Кроме того, службе МЧС пришлось оказывать четыре раза помощь работникам скорой помощи, которые ехали на вызовы и также оказались в снежных заносах, не могли, так сказать, сами выбраться. И даже один раз оказывали помощь той машине, которая ехала круженице. С другого студеня до 30-го красавика 2013 года будет проводиться приписка граждан 1997 года на роджение до призывного участка Витебского комиссариата. Гражданам 1997 года на роджение, которые не отримали повестку для проходжения приписки, а также иншим гражданам призывного взросла, что необходимо заявиться в этот период в военный комиссариат. При себе иметь посвящение обнароджения, документ, который подтверждает особу. Команда Витебского района стала переможцей первого междержавного турнира по волейболе, который прошел в Агрогородку «Ноука». Конкуренцию белорусским дружинам складали три команды из Российской Федерации. Про особенности селетнего спортивного форума у репортажа Сергея Мисурагина. Турниру Агрогородку «Ноука» заявляется традицией. На Малясе-Литову першиню он пройдет в новом формате. С поборной же помеж собой будут команды с Белоруссией и Россией. Тром айчинным дружинам будут сопростоять команды с буйных российских городов. Добро, коли есть люди, понтанные свое справа. И организатор турниру Миколай Мишут давно выношил идею проведения у «Ноуцы» солидного волейбольного турниру. А катализатором до реализации проекта послужило поездку в Псков, где белорусы состралились с будущими удельниками турниру. Раньше мы собирали команды Чистой Витебской области. Теперь моими усилиями, спасибо ребятам из Санкт-Петербурга, спасибо ребятам из Пскова, спасибо ребятам из Смоленского, мы организовали международный турнир. Ну, скажем так, вкратце, наверное, дерби России и Беларусь 3 на 3. И вот этот турнир определит, кто сильнее. Во-первых, этот турнир нужен ради связей. Вот мы уже ездили два раза в Псков, сейчас ждем предложения от Санкт-Петербурга. Ну и надеюсь, у нас первый раз также Смоленск, надеюсь, от Смоленска предложений. Моя команда Витебского района, и мы готовы на любое предложение. За довольнением приняли запрошение проехать в повношенную столицу Беларуси и спортсмены Санкт-Петербурга. Россияне долго шукали спарринг-партнеров и у вынику знайшли идеальный вариант проверить себя у соправдной справе. В России, конечно, хватает спарринг-партнеров, но всегда интересно играть с новыми командами, доселе неизвестными. Мы на турнир на этом приехали впервые, хотя турнир традиционный, как я знаю, и надеемся, что получим отличный игровой опыт и удовольствие большое. Команда Городовского так самую першню завитала у Витебск. У тренера Сергея Рымши белорусские крани, а там у поездка приемная у двоя. Заявилась махчимость устроиться со свояками и ездя конец света перечекать, жартуя российский настаунник. Именно потому, что все ждут конца света, мы попали в родную Беларусь. Сам я по национальности Беларусь, поэтому мы знаем, где спасаться в 2012 году. Атмосфера великолепная, размещение, проблем никаких нет, номера полностью устраивают, цены вполне доступны по уровню российских. Так что мы всем довольны. С поборницей проходили по круговой системе, интрига заховывалась до опошнего дня. Без поражения всю турнирную дистанцию прошли две команды Витебского района и города Санкт-Петербурга. По центральному поединку Бородиба таксама была ровной, и только у третьей заключенной партии перемогу вырвали витебляне. А замкнули прозовую тройку волейболисты з Верхня Дзвинска. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Новины Витебска. На этом у меня все. Я с вами развитываюся. Усяго доброго. До встречи.